Контроль в Карабахе должен находиться в руках российских миротворцев, а не самопровозглашенных так называемых лидеров несуществующей НКР. Они никого не представляют, кроме собственного незаконного сепаратистского образования. Боевиков надо разоружать, часть из них может быть квалифицирована как международные террористы по факту тех преступлений, которые они совершали. Все, война закончена. Как передает канал 13, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию «Москва-Баку», прокомментировав предстоящую встречу лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве и вопросы, которые могут быть поставлены на ней в центр внимания. Как отметил эксперт, несмотря на то, что статус Нагорного Карабаха не определен, это территория Азербайджана и поэтому армяне с оружием должны покинуть этот регион. Этим людям надо отправляться в Армению или садиться на скамью подсудимых в Азербайджане, отвечая за военные преступления, которые они совершали. Рано или поздно вопрос преследования военных преступников, тех, кто совершал резню в Ходжалы, тех, кто совершал акты геноцида против азербайджанского населения, будет решаться. Эти люди должны быть объявлены в розыск. Их нужно судить в рамках международных процедур, добавил Игорь Коротченко. Как считает российский эксперт, для фиксирования объемов ущерба, нанесенного Азербайджану, который очень сильно пострадал и в ходе недавних боевых действий, и в ходе 30-летней оккупации, необходимо привлекать международные юридические структуры, а дальше выставлять иски и взыскивать эти средства с Еревана для того, чтобы международная справедливость была установлена. Речь идет о финансовых репарациях, которые Армения должна выплатить Азербайджану. Должно быть зафиксировано, что будет осуществляться паспортизация карабахских армян. Вручение им азербайджанских паспортов, они должны будут изучать азербайджанский язык, чтобы дальше мирно вписываться в новые реалии. Этим людям нужно снимать колпак промывания мозгов, подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона».